Здравствуйте! На первом Ярославском программа в тему. На этой неделе завершился региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2016». О его итогах и о том, какие мероприятия планируются уже совсем скоро, поговорим с Еленой Мельто, председателем Союза молодых предпринимателей Максимом Цветковым, руководителем Агентства по делам молодежи Ярославской области. Здравствуйте, дорогие гости. Максим Александрович, вам первый вопрос. Конкурс «Молодой предприниматель России-2016» ежегодный, проект федеральный. Зачем он нужен? Давайте начнем с этого. Это федеральная история. Начнем с того, что он входит в программу «Ты предприниматель». Это большая комплексная программа поддержки молодежного предпринимательства, вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность. Это целый комплекс мероприятий, это не только конкурс «Молодой предприниматель года». Там начинается все с информационной кампании для молодых людей, для любого молодого человека. От 14 до 30 лет есть возможность включиться в программу, и там несколько основных этапов. То есть первый основной этап – это изъявить желание на участие в программе, зарегистрироваться на сайте и, соответственно, дальше пройти тестирование. Тестирование нам позволяет выбрать молодых людей, у которых уже сформированы определенные профессиональные компетенции, склонности, способности к предпринимательской деятельности. И затем самым одаренным, самым талантливым, самым компетентным предлагается пройти образовательную программу. Образовательная программа. Ребята проходят и, соответственно, улучшают свои компетенции, развивают. То есть там есть целый блок по финансовой грамотности, по правовой грамотности при открытии бизнеса. Ребята формируют свои бизнес-планы и, соответственно, они получают возможность пройти экспертизу этих бизнес-планов, убедиться в том, что они правы в составлении своего бизнес-плана, получить какие-то консультации от специалистов. И, соответственно, лучшие обладатели лучших бизнес-планов впоследствии смогут зарегистрировать свой бизнес, открыть свой бизнес и, более того, даже после открытия бизнеса мы будем сопровождать их, консультировать. То есть будет сделана некая система менторства, сопровождение молодых предпринимателей, которые решатся открыть свой бизнес. А конкурс «Молодой предприниматель» — он как бы часть этого всего большого проекта, и он позволяет выбрать, наверное, самых лучших, самых достойных предпринимателей, молодых предпринимателей года в каждом регионе, а затем и на федеральном уровне. Ну и, соответственно, именно тех предпринимателей, которые изъявляют желание заявить о себе, рассказать о своем бизнесе, поделиться своими планами, поделиться своим опытом с другими. Елена, как прошел региональный этап конкурса? В этом году было четыре номинации, и эти номинации довольно-таки широкие. Открытие года, социальный бизнес года, работодатель года и производство года. Так вот, по трем номинациям мы получили достаточное количество заявок, а по четвертой номинации производства года мы не получили заявок. Почему? Для нас это вот такая вот тема на подумать, почему у нас до 30 лет у предпринимателей, предприниматель не готовы представлять даже свой производственный бизнес, так сказать, на показ. Мы будем думать, мы будем работать, и если номинации на следующий год сохранятся, я надеюсь, что заявки у нас все-таки появятся. А сколько всего участников? В этом году у нас было 14 заявок, и для Ярославской области может быть и больше, мы пока работаем с этим. В общем, хочется отметить, что вот те, кто заявляются, они еще и такие за родину, скажем так, в хорошем смысле, не боятся за честь Ярославля постоять не за рублем, не за грантом, не за финансовой поддержкой, а за правильным таким именем, за наш город. Мне вот это очень лестно и очень здорово, что у нас такие люди есть, когда конкурсы выигрываются и участвуются в них, не за то, чтобы получить какую-то награду, а за то, чтобы честь города отстоять. Молодой предприниматель, каков возраст этих молодых предпринимателей? 14-30 лет. От 14 до 30 лет. И вот на самом деле, вот средний возраст, он какой? У нас получится. Понятно, что 14-летних, наверное, предпринимателей совсем немного. Мы работаем со школьниками тоже в Союзе молодых предпринимателей, это отдельная такая история, но зарегистрировавшихся предпринимателей 14-летних в Ярославской области нет. Может быть, и слава богу. Средний возраст участвовавших в конкурсе 26 лет получился. 26. Максим Александрович, давай снова к вам вернемся. В Ярославской области вы занимаетесь как раз, руководите агентством по делам молодежи, и как молодежь относится к предпринимательству? Вот так часто мы говорим об этих идеях бизнеса, предпринимательства. А действительно ли это так востребовано среди студентов, людей, которые закончили учебное заведение? Востребовано, потому что те проекты, которые мы реализуем, они показывают востребованность. Например, как раз Лена говорила, есть несколько проектов для школьников, буквально сейчас реализуется проект «Взлетная полоса» для старшеклассников. И более 40 команд у нас заявилось в этом году для того, чтобы поучаствовать. 9 муниципальных районов, 40 команд. То есть ребята хотят себя пробовать, хотят пробовать свои способности, компетенции, осознавать, готовы ли они к этому. Потому что в любом случае предпринимательство — это большая ответственность. Это не только за себя ответственность, когда ты работаешь на своем рабочем месте. Это и ответственность за тех, кто работает с тобой рядом, работает на тебе. Поэтому, безусловно, и со стороны студентов востребовано это. Допустим, когда проходит форум «Стратегия миссии перспективы» для молодых предпринимателей, очень большой интерес со стороны студентов, и многие вузы отправляют своих студентов целенаправленно, чтобы ребята могли пообщаться с ведущими предпринимателями России, чтобы они могли пообщаться с другими предпринимателями, чтобы они могли взять у них что-то для себя, ну и, соответственно, потом применить это в своей практике. — Ага. Непосредственно снова вернемся к конкурсу. Кто стал победителем, победителей несколько, я так понимаю, да? И что им за это будет? — Ну, у нас в этом году очень радующая такая ситуация. У нас, наконец, появились заявки из региона, а не только из города. И одним из победителей стал как раз представитель славного города Тутаева. Это молодой фермер, который занимается не просто фермерством, а он занимается возрождением породы романовская овца. Там все с лицензиями, все серьезно. Пытается строить, и я надеюсь, у него это получится, большой туристический комплекс с очень интересным направлением. Это уже социальный бизнес у него будет в последующем. А сейчас он победил у нас в номинации «Открытие года». Работодателем года стала девушка, 27 лет роду, которая уже сейчас владеет успешными сети, успешных салонов красоты и здоровья. И она продвигает свой бизнес уже и за территорию области, то есть она франшизу уже начала продавать, в том числе и в столицу. В номинации «Социальный бизнес года» победил юный предприниматель, ему 20 с маленькой копеечкой лет. Артем Квасов его зовут, тоже пошел на франшизы, тоже уже у него больше 10 регионов освоено. Умница большая. И я надеюсь, что не только у победителей, но и у наших участников очень хорошее будущее. Участвовать в конкурсе предприниматель может только один раз? Либо на следующий год он может представить новый проект и снова подать заявку? Уженений нет. Но новый проект каждый год развивать, конечно, сложно для любого предпринимателя. Но было бы супер. Но было бы здорово, да. Такой еще вопрос. Возьмем снова молодых предпринимателей. Ведь есть люди, которые не участвуют ни в этих конкурсах, не интересуются федеральными программами и открывают свое дело. Тем не менее, есть люди, которые участвуют в этих программах, интересуются, участвуют в конкурсах. Вот какая будет разница в их старте, непосредственно в деле? Кто из них будет впервые? У кого фора? Вы знаете, участие в проектах, которые возможны, они дают в первую очередь через нетворкинг хорошие связи. Все-таки в нашем мире связи решают все, и это действительно так. И если ты знаешь, к кому обратиться в разных сферах, в том числе в правительстве, в том числе в гуру бизнеса уже в твоем направлении или просто бизнеса, ну, это дорогого стоит. И получить вот эти связи, когда глаза в глаза, когда ты знаешь номер сотового телефона и когда ты можешь, имеешь возможность позвонить, это очень хорошо. Тех, кто самостоятельно стартует, наверное, эти базы тоже нарабатываются со временем, но это время. Помимо этого, участие в конкурсах дает возможность быстрее получать информацию, например, о господдержках. И не только господдержке, а вообще о поддержках и финансового, и нематериального характера. Ну, это доступ, доступ к информации, которая, в принципе, открыта, но для участников конкурсов это все происходит быстрее. Ну и, Максим Александрович, последний вопрос в нашей беседе. Какие мероприятия ждут молодых людей, бизнесменов уже в ближайшие месяцы, в ближайшие недели, может быть, даже? Сейчас мы завершаем как раз программу ты предприниматель в этом году. В ближайшее время он буквально состоится у нас в бизнес-лагере. Это такой один из последних этапов программы ты предприниматель. Туда поедут уже, наверное, самые лучшие, самые компетентные, то есть те, кто прошли отбор по всем этапам. И, соответственно, у них и будет шанс открыть на основе своих бизнес-планов свое предпринимательское дело в ближайшее время. Ну а далее менторство, сопровождение, консультации тех, кто будет это делать, то есть и на этапе открытия бизнеса, и после того, как они бизнес откроют. Ну а еще в ближайшее время нас ждет полюбившиеся уже всем молодым предпринимателям события. Это будет в феврале. Это форум «Стратегия, миссия, перспектива для молодых предпринимателей». Хорошо, спасибо. Напомню, сегодня мы поговорили с Еленой Мельто, председателем Союза молодых предпринимателей, Максимом Цветковым, руководителем Агентства по делам молодежи Ярославской области. Эфир провел Юрий Соболев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»